всем привет это канал any nails в прошлом ролике я показывала вам как я делаю объемный дизайн на ногтях а также я рассказывала как креплю объемного мишку чтобы он у вас не отвалился во время носки ссылка конечно же будет в описании в этом видео я хотела бы вам показать 4 способа нанесения геля а именно укрепление ногтей и так давайте приступим начнем с подготовки ногтевой пластины мы конечно же ее забавили сделали маникюр и наносим дегидратор дегидратор наносим для того чтобы убрать всю жирность ногтей и сейчас мы наносим праймер праймер у меня бескислотный подождем чтобы он высох и наносим тоненько базу база у меня жидкая ношу и максимально тонко на все ноготочки и сушу полное время далее у нас гель гель runel прозрачный вы можете взять совершенно любой гель который вам нравится это кисточки для нанесения геля не синтетические первый способ нанесения геля на ноготочки это способ когда мы наносим большой капелькой на всю ногтевую пластину сразу с выравниванием то есть мы набираем большую капельку ставим ее около кутикулы сначала пододвигаем ближе кутикуле а потом постепенно сводим на нет кончику ноготка потом мы берем тоненькую кисточку синтетическую и мы выравниваем подтягиваем гель там где его нету потом переворачиваем ноготок и сушим второй способ нанесения это когда мы сначала делаем тонкую подложку из этого же геля не сушим и наносим уже более такой небольшой капелькой делаем выравнивание ногтевой пластины то есть на непросушенную гель на непросушенную гель мы наносим капельку и она уже плавненько растекается по всей ногтевой пластине это очень удобно если вы не хотите париться с донесением геля по всей ногтевой пластине он так сразу распределяется сам следующий вариант это третий способ сначала мы наносим тоненько подложку тоненькая подложка создается как мы берем совсем чуть-чуть геля пол сухой кистью мы наносим на ноготок тем самым можно сказать его смачиваем что ли вот тип того потом мы сушим полное время и после этого мы набираем капельку на кисточку и делаем выравнивание то есть уже на просушенную подложку делаем выравнивание тоже очень интересный способ следующий способ 4 мы делаем запечатывание свободного края при помощи жгутика из геля я это уже вам показывал мне много видео с укреплением такого способа это самый крутой способ он вам поможет сохранить носкость ногтей физически на него не будет воздействоваться на ваш натуральный ноготь и поэтому дольше будет сохраняться вот таким образом я делаю и сушу пока мне не понравится результат то есть я жгутик за жгутиком кладу чтобы все было супер далее я уже беру большую капельку и распределяю сверху с выравниванием вот такое укрепление 4 способом я использую чаще всего но так как я захотела ставить длину на ногтях я вообще как бы в этом случае дело просто выравнивание и как первом способе потому что мне не хотелось именно длину сильную ногтей то есть я хотела максимально короткие ногти при помощи этого я смогла это сделать если бы я везде делала жгутиком то ну немножко как бы длина ногтей изменилась бы вот и обязательно после укрепления я подпиливаю края что все было ровненько красивенько если где-то неровно подправляю тем более танки жгутик накладывала далее беру такую фрезу так как короткая длина я беру безопасные фрезы и немножко убираю толщину снизу если она имеется когда мы накладывали жгутик явно под ногтем у нас там не особо ровно поэтому подправляем но самый любимый конечно же способ это именно четвертый способ я им очень часто делаю если вы хотите посмотреть эти ролики и подробно изучить как же делается этот способ то переходите я оставлю вам ссылки в описании это очень классный способ я вам прям рекомендую делать и клиентам и себе укрепление гелем именно таким способом если вы делаете часто укрепление гелем и допустим вы замечаете что с кончика у вас идет так скажем от слойка видно что ваш натуральный ноготок отделился от гелем и это происходит часто то конечно же делайте с запечатыванием кончика это очень классный способ я его делаю постоянно постоянно делаю укрепление при помощи этого способа далее я нанесла такой цвет я почему так не объясняю потому что прошлом ролике я уже рассказывал как делал этот дизайн взяла просто цвет такой полупрозрачный нанесла в один слой и далее я делаю хаотичные рисунки делаю специально их неровно чтобы получался такой рисунок ну виде нарисовала тяп-ляп вот такой дизайн специально мне очень понравился хожу с ним уже очень долго кстати укрепление держится замечательным далее я покрываю вот таким топом это от global fashion топ без липкого слоя хорошо держит глянец так что вам рекомендую попробовать такой топ до этого я пользовалась клео бриллиант назывался далее беру неоновый такой можно сказать витражный гель хотя он не считается витражным ну достаточно прозрачный и этот же гель которым мы укрепляли я смешиваю их и получается вот такая вот смесь полупрозрачного геля да с таким цветом и получился такой гель уже цветной и рисунки я делаю как просто наношу на топ уже получается просушенный беру синтетическую кисть которую мне удобно накладывать гель и делаю какие-то рисунки просушиваю и для того чтобы не поднять этот объем я после просушки постоянно дорисовываю сверху на этот же гель рисую сверху кстати напишите мне какие-нибудь идеи еще для видео мне это будет очень полезно и интересно посмотреть бывают идеи заканчиваются так что пишите и конечно же мне это очень помогает в создании следующих видео и вот так я тем самым дублирую дублирую и высота нашего объемного дизайна конечно же поднимается тем самым дизайн становится очень объемным почему я наношу топ именно сразу же на весь ноготок и потом уже рису объемные дизайны это все для того чтобы сохранить как раз объем этих элементов далее нам просто понадобится кисточка мягкая какая-нибудь у меня так колонок кисточка и топ этот же топ я просто ну-ка вы пропитываю кисточку и стараюсь тоненько покрыть эти объемные элементы для чего чтобы вокруг этого элемента не было сильно большого наплыва топа потому что тем самым он как бы выровняет поверхность и уже не будет настолько выпуклым этот дизайн как бы я его хотела видеть поэтому делаю вот таким способом и конечно же просушиваю чтоб он не растекся то есть нанесла и просушила вот такой дизайн у нас получился если вам понравился это дизайн ставьте пальчики вверх также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые интересные видео а на этом все всем пока пока